Строительство не заморожено, федеральное финансирование не прекращено. Глава администрации посетил дворец спорта, объект за возведение которого Александр Кузьмичев лично так долго ратовал. В прессе появилась информация о том, что дворец очередной долгострой. Федеральная казна обещанное финансирование сильно урезает, а это значит, что миллионы придется взять из областного бюджета, либо отложить стройку до лучших времен. Как удалось выяснить, эти предположения очень близки к правде. В график не укладываются, до сих пор не решены проблемы с проектно-сметной документацией. По ходу строительства появились весомые корректировки. В частности, помимо самого дворца, решили еще возвести газогенераторную станцию. Строительство газогенераторной станции, которая будет обеспечить и теплом, и электроэнергией, такой колоссальный объект строительный. Это позволит сэкономить большие бюджетные средства, связанные с эксплуатацией данного объекта. Зимой работы не прекращались ни на один день, уверяет Александр Кузьмичев. А это значит, ни о какой заморозке речи идти не может. Первоначально сдать объект планировали в 2015 году, но скорее всего не успеют. Изначально по программе, по нашей, по государственной программе, по благосостоятельной программе, планировалось завершение строительства этого объекта в 2015 году. На сегодняшний момент есть определенные проблемы с проектно-сметной документацией, с качеством ее подготовки. Поэтому сейчас идет скорректировка, после чего будет получено заключение главгосэкспертизы. Я думаю, что даже если не получится успеть до конца 2015, то однозначно в 2016 году объект будет завершен. Действительно урезано федеральное финансирование, особенно в этом году. Изначально общая стоимость работ составляла 700 миллионов рублей. На сегодня освоено 154 миллиона. Большая часть средств еще не освоена и не поступила. Не случится этого и в текущем году. Из муниципального бюджета будет выделено 15 миллионов, из огласного бюджета 33 миллиона. И из федерального бюджета на сегодняшний день 40 миллионов. Но решается вопрос по увеличению суммы вложений из федерального бюджета. То есть сотни миллионов нужно будет найти и освоить в следующем году. Ситуация любопытная. И возможно на нее прольет свет министр Виталий Мутко, который планирует посетить Иваново летом. Елена Белова, Андрей Семиволков, РТВ Иваново.